Здравствуйте! Азербайджан и Евросоюз ведут переговоры по проекту соглашения о стратегическом партнерстве. Новое соглашение призвано заменить существующее от 1996 года. Азербайджан и ЕС должны прийти к соглашению о среднесрочных приоритетах до 2020 года. О том, что это за соглашение, мы поговорим в рамках программы «Честно говоря» с главой отдела по политическим и социальным вопросам и связям с общественностью делегации ЕС в Азербайджане Денисом Данилидисом. Господин Данилидис, спасибо за то, что уделяете нам время. У меня сразу же вопрос. Что подразумевает собой новое соглашение о стратегическом партнерстве между Азербайджаном и Евросоюзом? Спасибо большое за предоставленную возможность дать это интервью. Новое соглашение, как вы знаете, должен отражать уровень отношений, который существует между двумя партнерами, как Европейским Союзом и Азербайджаном. У нас нынешний договор уже с 90-х годов, поэтому Азербайджан был совершенно другим, Европейский Союз тоже был совершенно другим. Вот поэтому я думаю, что очень важно обновить наши отношения и поэтому новое соглашение должен отразить вот амбиции, которые у нас есть в развитии наших взаимодействий и нынешнее техническое просто сотрудничество, которое существует и хочет развиваться дальше. Какие вы видите приоритеты, основные приоритеты, которые выстраивается Евросоюз в экономическом аспекте с Азербайджаном? Естественно, у нас есть разные направления, которые являются приоритетными. Один из этих направлений — это энергетика, как мы знаем очень хорошо, уже давно. Но новое направление — это, например, транспорт, где развиваются очень быстро наши отношения. А образование, сфера образования, которые тоже очень развиваем наши связи. А потом есть в политической сфере, потому что действительно сейчас наши отношения в двухсторонном порядке и в рамках восточного партнерства развиваются. Тоже платформы восточного партнерства развиваются. Как вы знаете, 24 ноября будет саммит восточного партнерства в Брюсселе. И существует так называемые 20 конкретных специфичных результатов, которые мы должны достичь до 2020 года. И мы работаем с Азербайджаном и с нашими партнерами, остальными странами восточного партнерства в этом направлении. Хотелось бы подробнее остановиться на основных приоритетах в сфере экономики, которую вы обозначили. Энергетическая сфера. Насколько сегодня реализуемые проекты, а если можно сказать, один глобальный проект Азербайджаном, Южный газовый коридор, важен для Евросоюза? И второй вопрос. Участвует ли Евросоюз в устранении определенных неудобств, которые связаны с реализацией этого проекта, в частности на итальянском участке, на греческом участке? Да, я так понимаю, что для проекта торгового масштаба существуют иногда какие-то проблемы. И мы можем выразить еще раз полную поддержку в реализации проекта Южного коридора. Я думаю, что строительство ТАНАП идет лучше, чем мы ожидали. И в ТАП тоже может быть, что сначала были какие-то вопросы, но я думаю, что большинство вопросов или уже решены, или в очень хорошей стадии решения. Поэтому я не думаю, что будут особо проблемы из-за этого. Самое главное, что мы говорим друг с другом. В этом году вы помните, что были консультативные советы в Баку, где присутствовал наш вице-президент Европейской комиссии господин Шевчевич. И я думаю, что политическая воля всех сторон и всех участников Южного коридора еще раз подтвердилась. И поэтому думаю, что особенных проблем там не будет. Мы верим, что Южный коридор очень скоро будет реальность. Еще одна из сфер, которую вы затронули, — сфера транспорта. Известно, что между Евросоюзом и сферой транспорта тесные связи, особенно по части взаимодействия между морским портом. Расскажите немножко об этом сотрудничестве. И известно, что, как вы сказали, новое соглашение подразумевает определенно новое сотрудничество, которое выйдет на новый уровень. Расскажите немножко об этом. Да, это верно. Транспорт — это в сфере одного из четырех главных направлений тоже восточного партнерства, который мы на английском называем connectivity. И это включает транспорт, но тоже телекоммуникация, цифровая технология. И в этом сфере у нас уже есть сотрудничество с «Спорт Баку». У нас проект есть, где юридические эксперты по юридическим вопросам дают советы и работают вместе с «Спорт Баку», потому что есть много вопросов тоже о создании свободной зоны в новом порту Баку. Поэтому мы работаем уже в этом направлении, и мы готовы рассматривать новые сотрудничества в других сферах. Как мы очень хорошо знаем, что порт Баку не является как оазис в пустыне. Чтобы порт Баку работал правильно, должна вся цепочка работать, вся инфраструктура вокруг порта и дальше, потому что из Порта и из Баку должны просто быть услуги в другой порт. Поэтому это целый ряд вопросов, которые мы очень поддерживаем решить. И я думаю, что международное и региональное сотрудничество в этом сфере – это очень-очень важно. Известно, что Евросоюз заинтересован был в развитии зоны свободной торговли по части привлечения инвестиций. Какая сегодня ситуация? Есть ли уже какие-то конкретные компании, если, возможно, даже есть сумма, о которой речь идет, об инвестициях, которые могут быть вложены со стороны европейских компаний? Это правда, что новый порт Баку будет новым игроком, который может менять очень существенно ситуацию с транспортом в целом регионе. И это будет создать очень большие возможности для европейских компаний тоже в сфере логистики, транспорта и тоже промышленности просто, производства. Поэтому, конечно, наши компании уже заинтересованы спортом. Наши юристы работают тоже вместе с азербайджанскими партнерами о возможности создания свободной зоны, потому что это действительно открывает очень много возможностей для европейских компаний. Вы также отметили сферу высоких технологий. И известно, что в новом соглашении этой сфере будет посвящен отдельный раздел, потому что и Евросоюз, и Азербайджан заинтересованы в развитии. Азербайджан в данный момент заинтересован создать цифровый хаб, превратить Азербайджан в цифровый хаб. О какой кооперации идет речь? Как вы знаете, сейчас это период эстонского председательства Совета Европейского Союза. И, как мы хорошо знаем, Эстония является пионером в этом направлении, в цифровых технологиях. Это страна, которая развивала очень быстро эту сферу услуг. Это страна, которая имеет самые развитые, даже в Евросоюзе, системы по электронной резиденции, например. Вы можете получить вид на жительство в электронном виде. Не надо никаких документов, все можно по интернету. И получается номер по интернету. И на основе этого вы можете свободно, спокойно ехать и жить в Эстонии. Это возможности электронных государств, электронных услуг, это бесконечно. В этом направлении Эстония, конечно, дает особенный приоритет. И поэтому то, что Европейская комиссия уже сделала, это она сделала список препятств для создания единого цифрового рынка в ЕС. И там идет тоже несколько рекомендаций, что надо делать в законодательном порядке, но тоже в административном порядке. И это как дорожная карта. И начинаем осуществить вот эту дорожную карту. В наших отношениях с Азербайджаном тоже цифровые вопросы играют значительную роль. У нас есть уже проект, который подписали, и скоро начинаем исполнить. Думаю, наверное, осенью мы сможем начинать это о электронной торговле. А потом в рамках Восточного партнерства будет еще одна программа, больше значительная, которая покроет вопросы, связанные с телекоммуникацией, вопросы, связанные с банковских услуг по интернете. И очень много вопросов связанных тоже с хакингом. И думаю, что, наверное, в следующем году мы сможем начать этот проект. Как вы видите, уже работаем в этой сфере. Одна из сфер, которую вы также обозначили, это поддержка образования, то есть взаимодействие между Министерством образования и Евросоюзом. Известно, что Евросоюз заинтересован в поддержке профессионального образования. А какой кооперации или какую кооперацию подразумевает новое соглашение? Да, в сфере образования у нас есть уже существующие проекты и очень хороший опыт работать в этой сфере. В данном моменте у нас есть проект туининг по болонским процессам. Вы знаете, болонский процесс, и Азербайджан тоже стремится просто включиться в этот процесс, вступить в этот процесс. Есть тоже уже проект, который начнет, я думаю, в сентябре, техническая помощь в Министерстве образования, а профобразование, это главный составляющий будет профобразование. Бюджет этого проекта примерно чуть больше 3 миллионов евро. И еще другие проекты по профобразованию в следующем месяце будут начнут, и их бюджет составляет сумма 6 миллионов евро. Поэтому у нас есть очень большой опыт, и думаю, особенно для профобразования, которые очень важны для страны, которые хотят менять свою модель образца из нефтяного сектора в не нефтяного сектора. Очень важно профобразование как раз. Поэтому мы работаем вместе с Азербайджаном в этом направлении. Новое соглашение о стратегическом партнерстве, сроки. Изначально оно намечалось на лето, сейчас сроки были перенесены на осень. Какова обстановка сегодня? Да, мы никогда не говорили о сроках, когда идут переговоры о важном соглашении, как это соглашение с Азербайджаном, есть Азербайджан, о сроках лучше не говорить, потому что самое главное, мы ищем качество, не ищем быстрое решение. Почему? Потому что у нас уже есть договор. Если мы хотим менять, мы должны просто что-то лучше иметь. Я должен сказать, что до сих пор темп переговоров был очень быстрым, и обе стороны выразили, и не только словами, желание политической воли закончить как быстро возможно. Я думаю, когда идет о таких переговорах, создать какие-то сроки иногда не помогают. Поэтому я бы сказал, что мы стремимся закончить как быстрее возможно. Сейчас в посольстве Евросоюза в Азербайджане такой переходной период, меняется глава, посол. Немножко расскажите, кто будет следующий посол, и когда он должен приступить к обязанностям? Да, я очень рад сообщить, что у нас есть новый посоль, который получил добро от азербайджанского МИДа. Это будет нынешний глава миссии мониторинга в Грузии, очень опытный дипломат из Литвы, господин Янкаускас, Кистут из Янкаускас. Он очень-очень рад своим назначениям. Мы были в контакте с ним, и он готовится. И мы ждем его в сентябре. Надеемся, как быстрая возможность. Есть у нас тоже какие-то административные вопросы, которые он должен решить, какие-то встречи, которые в Брусселе, до его присутствия здесь. Но мы ожидаем его в течение сентября. В этом году вы планируете проведение достаточно большого количества мероприятий, связанных с культурными программами. О чем будет речь теперь? Да, в этом году действительно, я думаю, что так как мы начинаем эти переговоры для нового соглашения, так как это как вступление в новый этап наших двусторонних отношений, и так как мы достигли уровня, думаю, глубокой доверия с Азербайджаном, мы думали, что было бы правильнее укрепить наше культурное сотрудничество. Поэтому в этом году мы, например, отметили День Европы не в Баку, как обычно, а в Ленкаране, где в рамках нашего технического сотрудничества с Азербайджаном начнет очень большой проект, больше 13 миллионов евро в основном сельском хозяйстве. Мы планируем тоже провести, так называются, Euro Village, это разные культурные мероприятия в городе Щеки 23 и 24 сентября. Это будет, думаю, очень интересное мероприятие, где все посольства, государства, членов, которые аккредитованы в Баку, будут участвовать. И думаю, что будет очень интересно тоже нашим зрителям услышать о том, что организуем вместе с Доку-Баку, которая маленькая организация, первый международный фестиваль документальных фильмов. Это будет с 12 до 20 октября нынешнего года. И наш фестиваль в рамках этого кинофестивала будет освещен толерантностью. Там не только будут фильмы, а тоже музыкальные концерты, фото-выставки. Приедут очень известные кинорежиссеры из Европы, которые представят свои фильмы. И будет, думаю, один большой праздник не только в традиционных кинотеатрах, но и нетрадиционных местах, как, например, в барах, в библиотеках, в гостиницах, чтобы была доступна публика. И цена будет бесплатна, выход свободный, вход свободный и выход тоже для всех. И думаю, что это будет очень-очень интересно. Темы, которые затронуты, будут затронуты в рамках этого фестиваля будут проблемы беженцев и как их интеграция в Европе. Проблема тоже мультикультурализма, где Азербайджан имеет очень интересный опыт. И не будут только европейские документальные фильмы, но будут и азербайджанские, тоже и короткометражные, краткометражные тоже. Поэтому думаю, что будет очень интересно. Ещё будет один, это уже традиционный европейский кинофестиваль с 2 ноября. И у нас будут больше 20 фильмов из стран Европейского Союза. Так что у нас, думаю, что в культурном плане есть... Большая насыщенная программа. Господин Данилитис, благодарим Вас за интервью. Спасибо большое. А я напомню, мы говорили о подготовке соглашения о стратегическом партнёрстве между Азербайджаном и Евросоюзом в рамках программы, честно говоря, с главой отдела по политическим и социальным вопросам и связям с общественностью делегацией ЕС в Азербайджане Деннисом Данилидисом. Всего доброго. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин